И так далее с Михаилом Фишманом. В Баку не скрывают. Там намерены вести войну до победного конца. Территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена. Причиной войны в Баку называют провокацию со стороны Армении, но это скорее казус бели. Результатом этой провокации, если таковая действительно была, стало очевидно продуманное в Баку намерение изменить державшийся 26 лет статус-кво в карабахском вопросе. Вернуть под контроль Азербайджана, если не весь Нагорный Карабах, то семь занятых Арменией районов вокруг Карабаха. В этом и заключается цель войны. Азербайджан говорит, что ждал переговоров слишком долго, больше терпеть не намерен и теперь восстановит целостность страны. Нас обнадеживали и нам давали определенные сигналы. Потерпите и вопрос решится. Однако я предупреждал, что если переговоры не дадут результата, Азербайджан решит вопрос военным путем. Наше дело правое. Мы хотим восстановить нашу территориальную целостность. И мы это сделаем. Азербайджан должен восстановить территориальную целостность. Боевые действия, продолжающиеся четвертый день, направлены на восстановление исторической справедливости. Нагорный Карабах – историческая территория Азербайджана, отметил Алиев. Условия для переговоров у Алиева одно. Армянские войска выходят из Карабаха. В свою очередь Ереван смотрит на боевые действия, которые формально разворачиваются на территории Азербайджана, как на войну, объявленную Арменией. На улицах Еревана люди записываются в добровольцы, готовы идти на смерть, собирают гуманитарную помощь. Для Армении это абсолютно экзистенциальный вопрос. И Никол Пашинян тоже говорит это прямым текстом. В начале 20 века произошел первый геноцид. Это произошло в Атаманской империи. И жертвой этого геноцита пал армянский народ. Поэтому все мы это воспринимаем как экзистенциальную угрозу для нашего народа. Фактически мы воспринимаем это как войну, которая была объявлена армянскому народу. И наш народ просто сейчас вынужден использовать право на самооборону. У Еревана тоже одно условие для переговоров. В Баку должны понять, что проблему Карабаха нельзя решить военным путем. Понятно, что сегодня эти взаимные условия абсолютно несовместимы. Через 26 лет Азербайджан стремится взять реванш. Совместное заявление сопредседателя и так называемой минской группы ОБСЕ, Путина, Трампа и Макрона, Россия, Америка и Франции, трех главных спонсоров карабахского урегулирования, заявление, что надо немедленно прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров, повисает в воздухе практически пустой отговоркой. И у Макрона, и у Трампа сегодня, очевидно, нет большого ресурса для влияния на ситуацию, а Путин также, очевидно, свой ресурс пока не использует. И война разгорается дальше. Чем она ожесточеннее, чем больше жертв с обеих сторон, тем сложнее будет договариваться потом. Карабахскому конфликту на самом деле не 30 и даже не 100 лет. Есть тяжелые межнациональные конфликты, есть долгие и сложные, а есть те, которые, возможно, в принципе не могут иметь решения. И карабахская проблема, это, возможно, одна из таких проблем. Формально Карабах — это Азербайджан, принадлежит Азербайджану. Так сначала решили большевики, а потом еще раз решил уже лично Сталин, образовав в 1937 году Нагорно-Карабахскую автономную область в составе Азербайджана. Но в реальности все сложнее. И исторически эти земли считают своими и армяне, и азербайджанцы. Карабахский вопрос тлел и томился под спудом советской власти, но не мог не вспыхнуть, когда эта власть ослабела. Первая межнациональная катастрофа, первая пролившаяся кровь, первая вспышка массового насилия на еще советском Кавказе в 80-х, погром Сумгаити в феврале 88-го года, были отзвуком Карабаха. А комитет Карабах в Армении стал, по сути, первой антикоммунистической организацией, которая взяла власть в одну из республик СССР. И как чаще всего бывает с такими межнациональными конфликтами, уходящими вглубь веков, проблема не в том, кто прав, а кто виноват. Это хорошо формулирует один из главных экспертов по Карабахскому конфликту, британский журналист и исследователь Том де Ваал в своей книге «Черный сад». После нескольких недель, проведенных в Азербайджане, азербайджанская версия событий в Карабахе неизбежно становилась для меня знакомой и убедительной. Азербайджанцы — жертвы, а армяне — захватчики, которые продолжают оккупировать большую часть азербайджанской земли. Затем, пересекая линию прекращения огня через Москву или Тбилиси, я оказывался на армянской стороне и постепенно начинал видеть конфликт глазами армян и проникаться их аргументами о том, что у армян не было иного выхода, кроме как бороться за свою идентичность и свои права. Карабахский вопрос не могут отложить долгий ящик ни Азербайджан, ни Армения. Так вышло, что и для тех, и для других это центральный сюжет национального самосознания. И проблема, еще раз, не в том, кто прав, а кто виноват, а в том, какие политические обстоятельства порождают новое насилие и, как теперь мы видим, новую войну. Рухнул хрупкий статус-кво 1994 года, который был установлен ценой тысяч жизней и сотен тысяч беженцев, и который, напомним, заключался в том, что Армения захватила и сам Нагорный Карабах, и семь прилегающих к нему азербайджанских территорий, так называемые семь районов. Конечно, этот статус-кво не мог устроить Азербайджан. Сначала Алиева-старшего, а затем его сына. Конечно, независимость Нагорно-Карабахской республики была домовой завесой. По сути, все эти годы Карабах был армянской провинцией. На самом деле, уже после войны и на закате своего могущества первый президент Армении Ливон Тер-Петросян признавал, что статус-кво этот не устраивает и его, и Армению. Подвешенный, замороженный конфликт, непризнанная республика – это плохо. И он предлагал двигаться в сторону компромисса с Азербайджаном. Эти заявления стоили Тер-Петросяну его должности президента. Лидером Армении стал Роберт Кочарян, президент Нагорно-Карабахской республики. Во главе Армении стала Карабахская партия. Впервые после войны к реальному компромиссу Армения и Азербайджан подошли в 99-м году. Как говорят, переговоры между Кочаряном и Алиевым начались с того, что госсекретарь США Мадлен Олбрайт оставила их наедине вдвоем в своем кабинете в Вашингтоне. С апреля по октябрь 99-го года они встречались между собой пять раз. И в конце туннеля появился свет. Так называемый план Гобла. Суть плана — взаимный обмен территориями, который сотрудник Газдепа Пол Гобл придумал еще в 92-м году, еще до войны, по сути. Вот что он сам писал про свой план в той своей докладной записке 92-го года, вполне актуальный и сегодня. В принципе, есть три пути решения Нагорно-Карабахской проблемы. Выселить оттуда всех армян или их уничтожить, развести стороны с помощью мощной внешней силы и придать НКАО под контроль Армении. Первый сценарий невозможен с моральной точки зрения. Второй, вероятно, невозможно осуществить на практике. Третий, в отрыве от других мер, невозможен политически, потому что он сделает Азербайджан, проигравший стороной и с точки зрения территории, и с точки зрения водоснабжения Баку. Следовательно, участники процесса должны начать рассматривать возможность обмена территориями. По этому плану Армения получала Лачинский коридор, связывший Армению с Карабахом, а Азербайджан — Зензигурский коридор, связывший Азербайджан с Нахичеванью. Также Армения забирала Карабах, а Азербайджан — те самые семь районов вокруг Карабаха. И Баку, и Ереван уже почти согласились на этот компромисс. Компромисс — это путь взаимных уступок. В случае с Карабахом чрезвычайно всегда по определению чувствительных политических. Азербайджану пришлось бы смириться с потерей Карабаха, Армении — с потерей южной границы с единственным дружественным ей соседом — Ираном. В знак протеста против этого плана тогда ушли в отставку и министры национальных дел Азербайджана, и два советника влиятельных Алиева. Конечно, компромисс не устраивал и радикалов в Армении. Но тем не менее, в Армении, тогда плюралистически, демократически в стране, вскоре при Кочарянии это изменится, в Армении сформировался консенсус в 1999 году в пользу этого компромисса. План поддержали два самых влиятельных политика — лидер парламента Карен Демерчан и герой Карабахской войны, бывший министр обороны, а в этот момент уже премьер-министр Вазген Саркисян. По одной из версий, именно поэтому их и убили террористы 27 октября 1999 года, когда захватили здание парламента. Их главной мишенью был Саркисян. 27 октября 1999 года в Ереване произошел теракт. Злоумышленники ворвались в зал заседаний Национального собрания Армении и в упор расстреляли руководителей и членов парламента и правительства. Жертвами террористов стали премьер-министр Армении Вазген Саркисян, спикер парламента Карен Демерчан, вице-спикеры парламента Юрий Бахщан и Рубен Мироян, министр по оперативным вопросам Леонард Петросян, депутаты парламента Арминак Арминакян, Генрих Абрамян, Микаэл Катанян. Никто так и не знает, кто стоял за террористами и преследовали ли они конкретную цель сорвать мирный план по Карабаху, но так или иначе переговоры были сорваны, уже хотя бы потому, что Армении надо было прийти в себя и залечить эти ужасные раны. А в мае 2000 года этот план уже окончательно отверг сам Кочарян, комсомольский работник родом из Карабаха, на которого, кстати, тоже падали подозрения в организации Октябрьского теракта. Были такие версии, звучали, до сих пор звучат. И в итоге Кочарян стал единоличным правителем Армении. Демократические порядки сменились на авторитаризм, а карабахский вопрос был отложен на много лет. И второй шанс представился уже в 2011 году, когда преемник Кочаряна Серж Сарксян и сын Гейдара Алиева Ильхам Алиев вышли на так называемую «казанскую формулу», основанную на так называемых «мадридских принципах». Переговоры на глазах у всех шли к успеху. Пресса уже писала о феноменальном прорыве в карабахском вопросе. Первые реальные возможности с 1999 года поставить, наконец, точку в бесконечном межнациональном конфликте. Вот что накануне подписания соглашения в июне 2011 года писала газета «Коммерсант». Сегодня в Казани под патронажем президента РФ Дмитрия Медведева состоится встреча лидеров Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Сержа Сарксяна. Она может оказаться прорывной для карабахского урегулирования. Как выяснил «Коммерсант», к подписанию подготовлен документ, содержащий дорожную карту решения проблемы, которая более 20 лет казалась неразрешимой. Так близко к успеху мы не были еще никогда, признался коммерсанту дипломат, участвующий в подготовке приговоров в верхах. А МИД РФ выступил вчера с заявлением, в котором говорится, что встреча признана сыграть рубежную роль в Нагорно-Карабахском урегулировании. Суть примирения, над которым Медведев, Алиев и Сарксян работали не один месяц и даже не один год, в двух словах была вот в чем. Армения возвращает Азербайджану семь оккупированных ей районов вокруг Карабаха, а вопрос о статусе самого Нагорного Карабаха решается на референдуме, но через 50 лет. Ну, по сути, это означало, что через 50 лет Нагорный Карабах отойдет к Армении. Кроме того, что это был прорыв в проблеме Нагорного Карабаха, это был бы, если бы это случилось, внешнеполитический триумф Медведева как президента. Ну, решить проблему Карабаха – это примерно уровень Нобелевской премии мира, который, вероятно, они бы и получили втроем – Медведев, Алиев и Сарксян. Одновременно на Ереван и Баку давили и президент Франции Саркази, и Барак Обама. Обама лично звонил обоим – и Алиеву, и Сарксяну. Но ничего не вышло. Вот что писала та же газета «Коммерсант» буквально на следующий день. На встрече в Казани в минувшую пятницу президент Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Серж Сарксян, вопреки ожиданиям, не смогли согласовать дорожную карту урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе, пообещав продолжить переговоры. По словам источника «Коммерсанта» из числа дипломатов, на встрече в Казани неожиданно вскрылись разногласия, которые посредники уже давно считали решенными. Там есть вопросы как технического характера, так и существенные, вроде определения будущего статуса Нагорного Карабаха, пояснил источник «Коммерсанта». Но проблема даже не в самих разногласиях, а в том, что стороны по несколько раз меняли свои позиции, а так нельзя. По словам высокопоставленного источника «Коммерсанта» в Кремле, господин Медведев настолько разочарован встречей в Казани, что готов прекратить свои посреднические усилия на карабахском направлении. Это была катастрофа. О том, что произошло и почему в самый последний момент внезапно сорвался мирный план, наверняка хорошо знают в российском МИДе. Это там оттачивали текст соглашения, в котором, по некоторым данным, Ильхам Алиев буквально в последний момент увидел неожиданные для себя формулировки, позволявшие Армении сохранить вооруженное присутствие в двух из семи переходящих к Азербайджану районов – Лачинском и Кельбаджарском. То есть Азербайджан получал бы де-факто всего пять районов, а не семь. Как писал тот же коммерсант, это точно была неожиданность для Медведева, которого, как получается, подставило тогда его же собственное Министерство иностранных дел. Так или иначе, переговоры сорвались и с тех пор, по сути, так и не возобновились. А теперь в Карабахе опять война. Сегодняшний Азербайджан, конечно, гораздо сильнее и богаче Армении. Не то, что в 1992 году. Соотношение сил другое. Но это не значит, что эту войну можно выиграть. Вот что говорит эксперт по проблемам постсоветского пространства Аркадий Дубнов. Алиев может провозглашать, что его целью является возвращение Карабаха Азербайджану. Но он образованный человек и понимает, что это недостижимо. Поэтому для него будет достаточным успехом освобождение части Нагорного Карабаха, возвращение каких-то высот или поселений. И он это сможет для внутренней пропаганды продать как величайший успех Азербайджана под его великим руководством. О том, что Алиев внутренне настроен на возвращение не всего Нагорного Карабаха, а тех семи окружающих его территорий, которые Армения заняла в 1994 году, говорят и другие эксперты. Но вернемся к тем политическим обстоятельствам, которые сделали возможным новое обострение, привели к войне. Да, в Баку полагают, что Ереван саботирует переговоры. И при Сарксиане после Казани, и сегодня при Пашиняне. Во-вторых, Вашингтон больше не посредник. Трамп не будет звонить по телефону ни Алиеву, ни Пашиняну. В-третьих, играет роль и ситуация внутри самого Азербайджана. Тот же Том-де-Ваал не снимает ответственности с Армении. Там говорят об освобождении территорий, которые, соответственно, с международным правом являются оккупированными. А это, естественно, снижает желание договариваться в Баку. Но сама попытка Азербайджана изменить статус-кво с помощью военной силы имеет и внутренние причины. Июльское обострение на армяно-азербайджанской границе уже привело к массовым демонстрациям в Баку за возвращение Карабаха. И коридор возможностей для Алиева стал сужаться. Вот что говорит Том-де-Ваал. Внутренние факты однозначно очень важны. Это единственная тема, карабахская тема, которая объединяет всех в Азербайджане, оппозицию и правительство. Действительно, там экономический кризис в этом году в Азербайджане, там политические проблемы. Значит, это, конечно, есть и факты, которые подкрепляют президента Алиева однозначно. В-четвертых, принципиально другую, а по мнению многих наблюдателей, ключевую роль на этот раз играет Турция, традиционный союзник Азербайджана. За те шесть лет, что Эрдоган стоит у роля в Турции, его режим превратился в милитаризованную автаркию с очевидными имперскими устремлениями. Эрдоган воюет в Сирии, Эрдоган усмиряет курдов, Эрдогану есть дело и до Армении, что само по себе, безусловно, только подливает в огонь бензина, потому что тут же активирует в памяти армян геноцид 15-го года. Примерно так же, как в Чечне в начале 90-х появление российских военных тут же воспринималось как попытка повторить депортацию 44-го года и мгновенно объединяло нацию, несмотря на все разногласия. Пашинян говорит о совместной агрессии Азербайджана и Турции. Армяне настаивают, что турецкий F-16 сбил армянский истребитель. Но даже если это не так, Анкара и Баку это отрицают, нет сомнений в том, что политический Эрдоган вовлечен в конфликт достаточно глубоко. Минская группа, состоящая из США, России и Франции, за 30 лет не смогла решить вопрос с Карабахом. А сегодня она пытается найти путь к перемирию на фоне происходящих негативных событий. И это недопустимо. Если действительно есть желание добиться решения проблемы, то оккупанты должны покинуть эти территории. Только таким образом решение будет найдено, заявил Эрдоган, выступая в турецком парламенте. Но есть еще один, может быть, самый важный фактор. Российский. Россия держит военную базу в армянском Гюмрии. Россия исторически сочувствует Армении, зажатой нед руками с двух сторон. Пашинян уже дважды звонил Владимиру Путину. О чем он его просил, как не о поддержке? Позиция Путина играла бы большую роль. Технически он, вероятно, в состоянии погасить этот конфликт. Но Путин молчит, а Пашинян не обращается за поддержкой к ОДКБ, хотя его же собственные заявления о прямом вовлечении Турции в военные действия вроде бы дают ему легитимный повод для этого. Понятно, почему. Он видит, что Кремль не хочет ему помогать. Министр обороны Шойгу недавно вернулся из Азербайджана, где сказал, что с тревогой наблюдал за обострением на границе с Арменией, тем июльским. И уж наверняка он обсуждал этот вопрос с азербайджанскими коллегами не под запись. Для Кремля Пашинян такой же соросовский ставленник, как для Алиева. Алиев открыто об этом говорит. А российская пропаганда так и говорит. Армения или обречена вернуться к России или обречена. И в Кремле вряд ли сильно расстроится, если он слетит или сильно пострадает на всей этой истории. И уж наверняка это осознавали в Баку, когда принимали решение идти в атаку. А если это так, это значит, что Россия перестала быть миротворцем в армяно-азербайджанском конфликте. Еще одна важная деталь для понимания той роли, которую Кремль хочет играть и уже играет сегодня на постсоветском пространстве. Друзья, спасибо, что смотрите нас. Независимая точка зрения может быть доступна всем именно благодаря вам. Поддержите нашу работу, станьте спонсором телеканала Дождь на Ютюбе, выберите один из четырех уровней и получите доступ к закрытому контенту плюс эксклюзивные бонусы. Если вы смотрите нас с телефона, на андроиде нажмите кнопку «Спонсировать» под видео. С айфона стать спонсором можно по ссылке в описании под любым видео. Помните, любой донейт — это вклад в наше с вами будущее. Больше поддержка, смелее журналистика. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!